Моя первая попытка суицида была, когда мне было 13 или 14 лет. 14 часов меня тошнило, я начала уже обливать кровью, я начала терять сознание, и тогда я сама подошла и сказала, что походу мне надо вызвать скорую, потому что мне очень плохо, я наглоталась таблеток. Моё детство было ужасным, можно сказать, что я прошла через ад, потому что я выходец из очень деструктивной семьи, то есть большая часть моих родственников пили. Когда мне было 12, мои родители разошлись, когда мне было 13, умерла моя мать. Соответственно, проблемы с психикой, это закономерно, чтобы были в такой ситуации, и моя первая попытка суицида была, когда мне было 13 или 14 лет. Соответственно, в моей жизни также присутствовала такая вещь, как self-harm, это когда ты наносишь сам себе повреждения. Дома меня не то что не поддерживали, меня за это ещё и били. То есть, соответственно, всё моё психологическое состояние было достаточно шатким, и я пыталась также ходить в школу, учиться, и, естественно, в таком состоянии, это не самая простая история. У меня все родственники пьющие, абьюзивная семья, постоянная ругань, постоянные драки и так далее, и так далее. Соответственно, я с детства не понасышке знаю, что такое физическое, эмоциональное и сексуальное насилие. Когда я была маленькая, меня отправляли в деревню к бабушке. И поскольку бабушка была пьющая, в её доме часто собирались разные мужчины, мне тогда было, наверное, где-то лет 6-7, максимум 7-8. И, конечно, вот эти пьющие мужики, им абсолютно без разницы, маленький ты ребёнок, взрослая эта женщина, они напиваются и начинают к тебе приставать. Как такового изнасилования не было, но были попытки, и мне приходилось защищаться иногда даже ножом. В тот момент, когда происходят все эти случаи, и ты живёшь постоянно в этом насилии, ты к этому привыкаешь. Тебе кажется, что по-другому другие люди не живут, что все абсолютно так живут. И я не могу сказать, что в тот момент я чувствовала себя плохо. С одной стороны, я была ребёнком, и я не до конца понимала, что со мной происходит. С другой стороны, ты находишься, твой мозг находится просто в режиме выживания, и у тебя нет шанса выдохнуть, подумать о том, что с тобой происходит. Твоя единственная задача — это выжить и спастись. Поэтому в тот момент я не ощущала каких-то сильных психологических проблем. Всё это пришло уже ближе, когда мне было 20 лет. В 13 лет, когда я решила, что я не хочу жить, это был уже комплекс проблем. То есть это и развод родителей, и смерть матери. Меня воспитывали бабушка с дедушкой, которые ничего не имели, не имели никакого представления на тему вообще психологического здоровья и так далее. И я постоянно находилась в этом систематическом стрессе. Я не ела нормально, я нормально не спала, что ухудшало моё психологическое состояние. И в какой-то момент, когда я решила попросить о помощи, мне сказали, что я занимаюсь ерундой, что это всё подростковое, что я всё придумала, иди в свою комнату и так далее, и так далее. Соответственно, у меня просто не осталось никакого выхода, как наглотаться таблеток, потому что в тот момент у меня не было других вариантов. Я не видела картину будущего, и мне казалось, что моё будущее очень печально, соответственно, лучше умереть сейчас. Я напилась таблеток. Меня рвало дома на протяжении где-то 14-16 часов. Мои бабушки с дедушкой были дома, они слышали, что меня рвёт, но никому до этого не было дела, соответственно. Где-то вот 14 часов меня тошнило, я начала уже обливать кровью. Вот, я начала терять сознание, и тогда я сама подошла и сказала, что походу мне надо вызвать скорую, потому что мне очень плохо, я наглоталась таблеток. Меня забрали в детскую больницу, мне промыли желудок, мне поставили капельницы, сделали нужные анализы и так далее, и так далее. Вот, и, соответственно, как врачи на тот момент поступили, и как поступили мои родственники, они решили придумать версию, что якобы я это сделала случайно, что я как подросток хотела привлечь внимание, поэтому я наглоталась таблеток, чтобы мне в карточке не записали, что это была попытка суицида. И, соответственно, это приняли как за ошибку, просто чтобы у меня это нигде не документировалось. Но на самом деле это было, естественно, в плюс тем, кто занимался моим воспитанием, потому что тогда бы на них смотрели, почему у вас ребёнок в семье пытается покончить с собой. Записали, что это была случайность, сказали, что через какое-то время мне надо прийти поговорить с психиатром. Встреча состоялась где-то через месяц, и за этот месяц, пока я была дома, со мной разговаривали мои бабушки с дедушкой, говорили, ну, приди к психиатру, соврему, скажи, что это была ошибка, ну, не надо тебе это, от этого будут проблемы. И, естественно, я была, ну, маленькой, я послушала, что мне говорят взрослые. Я пришла к психиатру и сказала, да, дяденький психиатр, это была случайность, я просто хотела привлечь внимание. Self-harm начался у меня, когда мне было где-то 11-12 лет. Это были такие небольшие порезы на руках, чтобы никто не видел. Дальше это всё прогрессировало. Чем сильнее прогрессировало моё ментальное состояние, тем, естественно, было больше и глубже были порезы. Совсем серьёзные появились, когда мне было 14-15 лет, то есть и где-то в 16 лет у меня была ещё одна попытка суицида, и после этого было недолгая затишь, и я перестала резать руки. Но в целом уже к 16 годам у меня руки были порезаны отсюда досюда, и при том обе. Мои родственники и учителя в школе все прекрасно видели, что у меня изрезаны руки, но все закрывали на это как будто бы глаза. А если попадалось так, что у меня оставался ночевать отец дома, он на тот момент с нами не жил, но он иногда ночевал, если он видел, что я делаю это, он меня ещё мог избить за это. То есть, соответственно, они думали, что то, что я режу себя, я как будто бы пытаюсь напакостить им. То есть они это не воспринимали, что это какие-то проблемы, которые необходимо решать. В 19-20 лет я оказалась первый раз в психиатрической лечебнице. Это как раз-таки был конец моего 12-го класса. У меня тогда, естественно, в семье ничего лучше не остановилось. Я сама уже к тому времени серьёзно злоупотребляла алкоголем, и я вступала в абсолютно такие же деструктивные отношения. И, соответственно, всё это одним комом накатилось, и мне стало совсем невыносимо. Тогда обратил на меня внимание мой знакомый на тот момент, он сказал, у меня есть знакомый психиатр, давай я тебя свожу. Я поехала в Юрмалу к психиатру, я встретилась, была очень милая женщина, и в тот же вечер она мне написала ведомство, чтобы я с ним поехала в психиатрическую больницу и легла полежать, потому что она боялась, что у меня будет ещё одна попытка суицида, но поскольку я стала взрослее, я больше стала понимать про себя, про жизнь и так далее, она боялась, что эта попытка суицида будет уже финальной. И, соответственно, да, в 19 лет я оказалась первый раз на твайке. На самом деле, врачи были достаточно, скажем так, внимательны, персонал, как повезёт, одна смена могут быть хорошие, да, сестрички, другая смена совсем нет. Больные, как больные, очень много людей с шизофренией, но там было больше людей, которые были намного старше меня, они на меня смотрели и говорили, как у тебя вот такой молодой девочке могут быть проблемы. Я рассказывала, и проблема заключалась в том, что когда мне было 19-20 лет, у нас специалисты в Латвии не до конца понимали вообще, что такое биполярное расстройство, да, то есть я попадала в больницу на пике, когда у меня было депрессивное состояние, но как только я оказывалась в больнице, меня переключало, и я уже не была депрессивной, и, соответственно, я разговариваю с врачами в больнице, рассказываю свою жизнь, она ужасная, я прошла через ад, в этом никто не сомневается, при этом я говорю с долей оптимизма, и говорю, ну да, было и было, ну что из-за этого париться, да все нормально, и, соответственно, через неделю-полторы меня выписывают с этой больницы без диагнозов, без лечения, без ничего. Я в 24 года попала к частному психиатру, то есть я сама его уже нашла, я сама записалась, я к нему пошла с проблемами алкоголизма, да, то есть к 24 годам, я уже каждый вечер могла выжрать 0,5 водки, и на следующее утро пойти на работу, отработать весь день, и потом повториться. Соответственно, в таком состоянии мне было супер некомфортно, я попала к врачу, он был такой врач старой закалки, но у него была какая-то определенная симпатия ко мне, он хотел уже помочь мне не как врач, а скорее просто как друг, которого у меня вообще никогда не было, да, то есть и как авторитетная взрослая фигура, где-то он меня поддерживал, он стал замечать, что я прихожу, я прихожу к нему в ужасном состоянии, но через время я пропадаю, он мне пишет, он мне звонит, я говорю, у меня в жизни все прекрасно, таблетки помогли, все нормально, и потом проходит опять там 3-6 месяцев, я опять к нему прихожу, опять побитая собака, опять у меня все плохо, он говорит, я не понимаю, что с тобой происходит, но мне кажется, что у тебя постоянно меняются фазы, то есть это было в 24 года, официально диагноз, уже как таковой, как полноценное биполярное расстройство, мне поставили, когда мне было 28 лет, диагноза аутизма официально у меня нету, потому что на данный момент мне 31 год, диагноз аутизм в Латвии ставится только детям, и условно говоря, если даже у тебя был диагноз аутизм в детстве, тебе становится 18 лет, у тебя этот диагноз пропадает, потому что у нас такое законодательство, все, у нас аутизма нету, соответственно, как я поняла, что со мной что-то не так, всю жизнь я понимала, что со мной что-то не так, но я это никогда ни с чем не связывала, мне казалось, ну просто я такая, потом разговаривая с врачом, мы делали все возможное, чтобы купировать мои травмы, поставить меня, условно говоря, на путь истинный, чтобы я начала жить как белый человек, работать, заниматься спортом, путешествовать и так далее, и я начала пробовать все эти вещи, и как будто бы все становилось хуже, потому что мне эти вещи, такое ощущение, что они мне не нравились, они мне не подходили, и я начала интересоваться, а что такое вообще? Естественно, я начала смотреть через призму того, что я травмированный, глубоко травмированный человек, и, соответственно, с этим может быть связаны те или иные вещи, и все время это не сходилось, а потом получается так, что всю жизнь, где-то с 20 лет, я начала интересоваться психологией, потом уже психиатрией, то есть я 24 на 7 могу сидеть, изучать материал, я читаю исследования, я опираюсь на мнение авторитетных специалистов, не латвийских, соответственно, вот, и я наткнулась на тему аутизма, и мне казалось, ну, смешно, как, мне сейчас почти 30-ник, какой у меня может быть аутизм, я же никогда его не видела, но чем дольше я начала изучать эту тему, тем больше я поняла, что у меня это откликается, и что эта история абсолютно про меня, потом, то есть, понятное дело, есть всякие тесты, которые сделаны на коленке, они ничего не значат, их нельзя использовать, то есть их можно использовать в качестве просто игры интереса понять себя, но у нас есть такая вещь, как DSM-5, это международная книжка с всеми психиатрическими диагнозами, которая используется как в Америке, так и в Европе, некоторые специалисты в Латвии используют, но в Латвии DSM редко используют, и, соответственно, я там нашла все критерии диагностики аутизма, то есть, это официальная книга, это не просто кто-то написал, и, соответственно, я прошла все эти критерии диагностики, и у меня совпадает просто каждый пункт, и в какой-то момент я понимаю, что да, у меня аутизм, прежде чем я начала в социальных сетях вообще открыто говорить о том, что у меня аутизм, потому что у меня официального диагноза нету, как это люди воспримут, я углубленно эту тему изучала где-то полтора-два года, только после этого я начала говорить, на данный момент я несу ту идею, что аутизм, да, можно найти где-то в Европе специалистов, заплатить очень много денег, чтобы мне поставили официально этот диагноз, но я несу ту идею, что многие аутисты, у них есть тяга и углубленное изучение темы, которая их интересует, и обычно это связано с психологией, психиатрией, такими вещами, и многие аутисты понимают лучше и раньше о том, что у них аутизм, чем это скажут врачи, то есть, соответственно, не обязательно иметь официальный диагноз, чтобы, понимая, что у тебя аутизм, сложить свою жизнь заново и начать жить, наконец-то, как нормальный человек, но с учетом уже аутизма. Я не виню ни своих родителей, ни своих бабушек, дедушек, потому что, во-первых, это бесполезно, во-вторых, это деструктивно, если человек постоянно будет искать виноватых, то у него не хватит ресурсов и времени становиться лучше. Я могу винить других, что мне это даст? Ничего, смаковать свою боль? Спасибо, не надо, я уже насмаковалась. Соответственно, как я на это смотрю? И это опять-таки я смотрю через призму аутизма, потому что для меня моя жизнь это не трагический опыт и не трагические переживания, и не вещь, на которой можно построить творчество страдальческое, нет, для меня это факт. Это факты моей биографии, факты моей жизни. Да, мои бабушки с дедушкой были неидеальны, потому что они ничего не имели, вообще никакого представления, о том, что такое психология, психиатрия и такие вещи. Мои родители, у них первый ребенок появился, когда им было 17. Да боже упаси, я не представляю, что бы со мной было, если бы у меня в 17 лет появился ребенок, как бы я его воспитывала. Ну, понятное дело, я бы старалась избегать таких вещей, но время было другое. Это сейчас каждый второй подросток знает, что такое абьюз, что такое токсичность и так далее. В то время, когда я росла, этого всего не было, поэтому винить кого-то? Нет, так же самоучителя, которые не обращали внимания, врачи, которые недостаточно компетентны были, чтобы изначально поставить мне правильный диагноз. Это все стечение обстоятельств, в которые я просто попала. Ну, так случилось. Мне не за что, я их не виню, и поэтому мне не за что их прощать. Единственный момент, у меня были плохие отношения с отцом, мы с ним где-то 5 лет, наверное, не общались вообще, это была моя инициатива, я не хотела с ним общаться, потому что он пил, но как только он справился с этой проблемой, я пришла к нему, я сказала, давай поговорим о том, что было, давай наладим наше общение. Сейчас у меня с отцом замечательное отношение, и я даже его сводила к своему психиатру, чтобы точно справиться со всеми его проблемами. И я разговаривала со своим отцом на тему своего детства. Во-первых, многие аспекты моей биографии он даже не знает, и лучше ему не знать, но он по глазам, по мимике, потому что он сказал, было очевидно, что он сожалеет. И какое право я имею еще сверху на него как-то наседать и говорить, вот ты плохой, вот проси у меня пощищения. Нет, это бессмысленно, это будет отвратительно с моей стороны, я так никогда не буду делать. Ни о чем не жалею, и ничего бы в своей жизни не изменило, потому что каждый аспект моей жизни, это как пазл, который собирает целую картину. Если заменить эти кусочки пазла, картины не получится. И, соответственно, да, у меня в жизни были ужасные моменты, и в теории было бы здорово, наверное, может быть, если бы их не было, но я не могу рассуждать с этой позицией, потому что я не знаю, как было бы тогда. У меня есть сейчас, и это факты. Последние три года, как я стабильно занимаюсь своим ментальным здоровьем, физическим здоровьем, у меня, наконец-то, та жизнь, о которой я всегда мечтала, у меня та жизнь, которую я хотела. Я занимаюсь вещами, которые мне нравятся, меня окружают люди, которых я люблю, мне нравится, как я выгляжу внешне, мне нравится, каким человеком я стала, потому что, несмотря на мой негативный бэкграунд и так далее, я стала очень открытым, очень умным, очень интересным человеком. Да, я сама это все сделала, и я знаю истории, когда люди из этого не выкарабкиваются. Я сейчас хочу быть примером, что можно справиться с таким, не нужно винить прошлое, не нужно винить людей, надо заниматься здесь, сейчас, и только тогда ты будешь доволен собой и своей жизнью. Моя основная миссия, цель, так сказать, это сделать этот мир лучше, как бы это масштабно и пафосно не звучало, но что конкретно я могу делать и как я делаю этот мир лучше. Я рассказываю про свой экспириенс, я рассказываю про ментальные расстройства, я рассказываю про зависимости и так далее, и я уже за эти годы помогла очень многим людям. С одной стороны, я могу вмешаться, поддерживать человека, советовать, что сделать, что не сделать, как наладить свою жизнь. С другой стороны, я могу быть просто примером, который мотивирует и который помогает людям понять, что не надо останавливаться, что жизнь может быть плохой, жизнь может быть очень черной, но это не повод останавливаться, потому что всегда есть надежда на лучшее будущее, и если я могу стать для кого-то этой надеждой, это моя цель, это будет здорово. Моя, наверное, суперсила заключается в том, что несмотря на то, какие этапы в жизни я проходила, я никогда не теряла оптимизм. То есть, понятное дело, были моменты, когда я опускала руки, не хотела жить и так далее, но все равно где-то внутри у меня всегда есть вот эта вот надежда о том, что, блин, если я сейчас не попробую, ну тогда уже можно забить, но все-таки есть шанс. И, соответственно, из-за того, что у меня внутри всегда вот этот вот моторчик, что да все будет хорошо, да совсем можно справиться, из любой ситуации есть выход, наверное, поэтому, да, я счастливый человек, мне нравится это.